Мой Господь Мое дыхание Без тебя я не могу Хочу поприветствовать всех в программу «Открытая дверь» Меня зовут Андрей Щербина, с нами Юрий Чабан И мы сегодня говорим о тему «Эмоции и вера» Я считаю, это одно из самых важных элементов в наших отношениях с Богом Я думаю, мы все переживаем эмоции И Божья цель, чтобы мы пережили веру И вот, Юрий, я как-то задумываюсь об этом Знаю, что из опыта христиан есть сторона такая Что нужно много молиться Нужно много читать Библию Нужно поститься, чтобы получить ответ Как Где граница Где эмоции нужны И где они не нужны Да Эмоции Эмоции вообще-то это подарок от Бога Чтобы мы не были роботами То есть Приходит иногда печаль И мы печалимся Радуемся с радующимися Это нормально Но эмоциями невозможно угодить Богу То есть Ты не можешь сказать Я так долго молился и плакал Господь Я плакал, плакал Господь не отвечает просто на плач Без веры угодить Богу невозможно Бог отвечает на веру Вот такая вот у меня мысль Писания Я хочу начать нашу сегодняшнюю программу с местописания Значит Где написано Сейчас Острее меча? Да Это значит Слово Божье живо и действенно И острее всякого меча обоюдоострого Проникая до разделения души и духа Составов и мозгов И судит помышление намерения сердечно Это наш славянский перевод И Конечно Немножко Он такой общий И Слово Божье живо и действенно В оригинале стоит слово Которое стоит слово живо и действенно И слово живо в оригинале означает Движущийся То есть сейчас в движении Слово Божье живо и действенно Это не потому что его когда-то сказал Бог И нужно просто его запомнить и понимать что это сказал Бог И потому оно ну живое действие Оно на самом деле сейчас находится в состоянии движения То есть если это иллюстрировать То это примерно выглядит так И кто-то из вас знает что такое электроны Электроны они постоянно в движении Слово Божье оно постоянно в этой вибрации движения энергии Если так еще определить Это как наши клетки тела Которые мы не видим так невооруженным глазом Но они постоянно в движении Постоянно от них исходит энергия Чтобы еще яснее проиллюстрировать Когда Бог сказал любое выражение Которое Бог сказал Любое слово которое Бог сказал Ранами его вы исцелились Это слово сейчас звучит во вселенной Потому что его слово оно живо и действие Оно постоянно находится в движении Я знаю даже сейчас Господь через это откровение Уже действует в вашей жизни Его слово когда он сказал Ранами его вы исцелились Он это слово сейчас не как эхо А как оригинальный источник звучит во вселенной Исцелились, 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 исцелились Миллионы раз Оно сейчас действует Поэтому когда ты начинаешь прилагать туда веру Когда ты услышишь это слово Тогда начинаются происходить результаты Поститься, молиться, просить, напрягаться Это в принципе не нужно для получения ответа Я сейчас надеюсь что вы услышите то о чем я говорю Это есть наша часть естественная Даже Христос он пришел на эту землю без никаких особых условий Для его служения И он написано многими воплями и молениями Он уходил каждую ночь куда-то на гору молиться В пустынные места И на следующий день он мог сказать слова Я то что вижу то творю то что слышу то говорю И казалось бы зачем ты же Сын Божий Тебе нету никаких ограничений Ты имел славу у отца до сотворения мира До того как ему нужно было быть здесь и умирать И все это Но он находился в теле Единственное почему у нас происходят эмоции Потому что мы находимся в теле У нас есть разум чувство эмоций И мы этими барьерами часто закрываем Возможность услышать Бога Ведь Бог никогда не молчит Он всегда говорит Он сейчас говорит Его слово оно не сказано в прошлом Его слово сейчас Он не Бог вчера и он не Бог завтра Он Бог сегодня Он сейчас У него нету вчера и у него нету завтра Это у нас есть Это нам нужно воевать с нашими понятиями Памятями Обычаями Принятыми от других Учения Но он сейчас И когда он сказал Ранами его вы исцелились Это сейчас происходит Сейчас это слово звучит над тобой Так что получается Я переживаю скажем какую-то неприятность Заболел чем-то Что-то в моей семье случилось Что-то со мной случилось Я чувствую естественные эмоции Я разлился Я недовольствую Я начинаю Потом это Не помогает Начинаю что Плакать Молиться Просите Бога Обращаться к другим людям То есть это естественно Но это все со стороны Это состояние Паники И неверия Потому что Эти эмоции Должны позволить тебе Если их правильно направить Правильное русло Они должны тебе позволить Прийти к моменту тишины и покоя К моменту когда Ты начнешь слышать Потому что Бог Он всегда говорит Всегда говорит Он сейчас говорит Он сейчас говорит Ранами Его Вы исцелились Он сейчас говорит Что через Иисуса Смерть и воскресенье Ты оправдан В Нем Прямо сейчас И ты новое творение И когда ты услышишь Эти слова От Святого Духа Когда ты придешь В такое место Внутри себя Что ты Оставил все остальное И ты услышал Реакция на Божье Слово Это вера Которая растворяет Это Слово в тебе Что происходит Ты поверил Ты услышал Что во Христе Ты новое творение Ты оправдан им Ты праведник Ты свободен от прошлого Ты свободен Ты в будущем И во всей твоей жизни Ты находишься во Христе Ты умер вместе с Ним Ты воскрес вместе с Ним Когда это приходит Как откровение Почему часто люди говорят Мне пришло откровение Это не то Что Бог что-то новое сказал Это ты Тот человек Кто получил откровение Он был просто Вместе В своем внутри Так сказать В правильном месте Покоя И мира Что он смог услышать То что Бог ему открыл И что происходит Когда ты Поверишь В то что Бог Сделал во Христе Для тебя Ты не сможешь Грешить Рожденный Богом Не грешит Ты не сможешь Жить неправильно Ты не сможешь Не то что ты будешь Стараться этого не делать Ты мертвый для греха И это Слово Оно живо сейчас И действенно Оно на самом деле Сейчас живо И действенно Так же само Вопрос Исцеления Его слово Звучит Ты просто Должен прийти В такой момент В своей жизни Чтобы его услышать И Юрий Ты поделился Интересным Примером Вчера Мы беседовали На эту тему Сколько времени Одному человеку Заняло Это услышать А ну пожалуйста Давай Я сегодня ночью Услушал проповедь Одного проповедника Он уже 40 лет Проповедует Но когда-то он был Вообще В оккультизме Мастер там Нью Эйдж Там какой-то там Неважно И вот он уверовал В Иисуса И у него было сомнение Относительно Слова Божьего Можешь дать мне Библию На секундочку И вот он говорит Господи Ну я верю Что ты есть Я уверовал Я знаю это Но говорит У меня есть сомнения По поводу Этого слова Написанного И потом он начал искать Ну читает И доходит место Говорит Что когда на тебя Сойдет Дух Святой Это он так рассказывает То Эти люди Будут видеть сны Видения И он говорит Господи Ну дай мне удостовериться Что это твое слово И снится ему сон Приходит Иисус Христос Сияет И он говорит Вот так он держит руки И говорит Я понимаю Что в руках У него Слово Библия И она Пульсирует Вместе с ней Вот о чем он говорил Андрей Пульсирует Она живая Все что там написано Она живое Но Говорю Сейчас вам еще одну вещь А если вы ее будете читать Как просто буква Как Я не знаю Как стихотворение Как просто нужно прочитать Потому что заснуть не могу Вот я читаю Тот Родил того Тот того То Оно не даст пользы Но если ты будешь читать его Как слово Бога Оно начнет пульсировать Оно жизнь принесет тебе Вот Вот о чем речь Значит Ты Мне предложил Поделиться одной мыслью Значит Вы знаете Что я очень люблю Читать Слово И собирать инструкции Все что говорит Библия Об исцелении И вот вчера Интересная мне мысль пришла Давайте так я скажу Перед этим Значит Я заметил Некоторые люди Или слишком коротко молятся Или слишком долго И ни о чем То есть Годы проходят И ответа нет То есть И такое бывает И такое бывает Значит Бывает такое Что собрание Смотришь Идет собрание Там 2 часа 3 часа Рассказывают Обо всем Но в конце 30 секунд Помолились Никто не спросит Что-то произошло Я имею ввиду Помолились за исцеление Никто не спросит Произошло что-то Да уже просто В многих церквях Уже и не верят Что Господь отвечает На молитвы Так вот Я хочу сказать И Как бы Утвердить вас Что Господь отвечает Он вчера и сегодня Вовеки тот же Он не умер Вместе с апостолами Как некоторые говорят А умерли апостолы И все Бог больше не действует Это неправда И вот Считая одно место Писание Я задам вам Такой вопрос Андрей Ты приготовь его Пожалуйста Вот Я не скажу Какое это место Марк Вот Я задам вопрос То есть я Поверьте мне Не один раз Прочитал Библию Не один раз Прочитал Новый Завет И вот Каждый раз Читая Я нахожу что-то новое Мощное И сильное И вот Задаю такой вопрос Хорошо Это одно из откровений Вопрос такой Как долго длилось Прикосновение Иисуса На слепом Вевсаиде Еще раз Как долго длилось Прикосновение Иисуса На слепого Вевсаиде Значит было Селение такое Вевсаида И естественно Вот Если вы никогда Не задумывались Вспех Читали То вы не обратите внимание Значит Прочитаю один стих А далее Андрей будет Прочитает Вес текст Приходит Вевсаиду Это говорится Об Иисусе И приводят К нему слепого И просят Чтобы он прикоснулся К нему Естественно Зачем они его приводят Ну для того Чтоб слепой исцелился И просят Прикоснись К нему И вот Вопрос Еще раз повторяю Как долго длилось Прикосновение Иисуса На слепом Вевсаиде Хороший вопрос Сильно А теперь прочитай Пожалуйста Все место Местописание Марка восьмая глава С двадцать второй Даже по двадцать шестой Можно Приходит Вевсаиду И приводят К нему слепого И просят Чтобы прикоснулся К нему Он Взяв слепого За руку Вывел Вывел его Вон Из селения И Плюнув ему На глаза Возложил на него руки И спросил его Видит ли что Он взглянув Сказал Вижу проходящих людей Как деревья Потом Опять Возложил руки На глаза ему И велел ему Взглянуть И он Исцелел И стал видеть Все ясно Окей Хорошо Давайте Разберем Это местописание То есть Иисус вошел В селение Вот почему-то Со слепыми У него Ну очень редко Когда было Раз и все И исцелился Вот Те которые Люди Которые начали Практиковать Слово Божие Молиться за больных Обратите внимание Что делал Иисус Христос Вот к нему Приводят Пожалуйста Прикоснись Иисус берет его За руку Я не знаю Он находился В середине Селения Я не думаю Что он находился Возле знака Знаете Как в России Знак Село Такое-то Перечеркнуто Он перешел за знак И все Уже за селом Нет Может быть он шел Десять минут Может быть полчаса Самое интересное Он держал его за руку Так Так там написано Да Хорошо Хорошо Пока он шел Возможно он с ним Немного разговаривал Да Не бойтесь Когда вы молитесь за больных Интервью Немного Окей Вам не нужно лезть в его жизнь Там Многие любят копаться в грехах Не нужно этого делать Просто Вот он его ведет Дальше Иисус не стесняется Идти со слепым Ему не стыдно Ему не стыдно было Окей Когда они вышли Заселения Очень интересная мысль Смотрите Хорошо Какой это стих Так Вывел вон Плюнул ему в глаза Очень многие люди говорят Юра Ну Я приведу потом в пример Значит одного человека Смит Виглсворт Запомните пожалуйста Есть места писания Которые мы Любим И как бы в закладки В свои Складываем А вот есть люди Которые Положите их в закладки Они пригодятся Поэтому Найдите все книги Смита Виглсворта Это один из мощнейших Проповедников Исцеления Просто Невероятные чудеса И иногда Эти чудеса Рассказываю я Даже своему отцу Он говорит Юра ну такого же не написано В Библии Что делал Смит Виглсворт Хорошо Но Тут Есть одна инструкция По молитве Значит За слепого Плюнул ему в глаза Ну буквально Возьми эту инструкцию Призовите Присвитеров Если слепой Пусть плюнет в глаза Окей Это уже юмор То есть Смотрите Ты не можешь буквально Применить эту инструкцию Но Здесь действительно Есть инструкция Делай То Что тебе Говорит Дух Святой Окей Один раз Смита Виглсворта Привили Он часто бил людей Ну Бил людей В смысле Его спрашивают Что ты бьешь людей Он говорит я не бью людей Я люблю людей Я бью болезнь И приводит человека Которому осталось Там 15 секунд До смерти Больной раком Вот такой Опухший живот Он положили его На сцену Перед всем залом И говорят Доктор с ним Говорит он умирает От рака А что у него Ну рак Где вот здесь Он как Влупил ему в живот Этот И умер И он пошел Дальше По сцене Молиться за людей Вот В Америке Знаешь такие Халаты одевают Да Они сзади И привязываются Это вот Ну человек был только В этом халате Доктор кричит Вы убили его Ваша семья Его семья Будет судить вас Вас посадят Говорит я не убил его Я только что Он исцелился Ну человек Лежит мертвый Этот идет дальше Молится за людей Вскакивает этот человек Вскакивает Халат сзади Растегнутый Он бежит за ним И я исцелен Смит Вигглсворт Даже не посмотрел Итак Есть вещи От Духа Святого Я не буду Некоторые случаи Рассказывать Потому что они страшные И многие Просто больше нас Не будут слушать Невероятные вещи То есть Еще один пример В Африке Один проповедник Проповедует Подходит Мусульманин Со своей женой А как раз Тот поселок Где мусульмане И говорит Слушай проповедник Иди сюда Плюнь моей жене В ухо Она глухая Когда вы проповедуете В мусульманской стране И ты христианин И тебе нужно Плюнуть в ухо Женщине Мусульманке Ты дотрагиваться до нее Не имеешь права Короче Он говорит Слышь иди отсюда Я переживаю Ты что Хочешь меня потом убить Не 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 И Три дня шла конференция И он каждый раз Приходил Проповедник Иди сюда Плюнь моей жене В ухо То есть человек Прочитал В слове Божьем Что Иисус плюнул И понял Что это Случай Для исцеления Короче На третий день Он его Говорит Давай плюй И проповеднику Ничего не оставалось Делать Он плюнул в ухо Женщина Раз и исцелилась Вот Есть невероятные вещи Ты должен слушаться Духа Святого Если он тебе сказал Плюнуть Или сделать Брение Или еще что-то Такое невероятное То есть опыт Придет тебе Со временем Что еще там интересно Есть Значит Возложил на него руки Библия говорит Что мы молились за людей У верующих Будут сопровождать Эти знамения Какие Возложат руки на больных И они будут здоровы Это факт Просто Не всегда Это происходит Ну прямо вот Ежесекундно Может быть тебе нужно Постоять немножко Полчаса с ним Может быть И задать какие-то Вопросы Идем дальше Значит Докончим уже Это местописание И вот смотрите Иисус Опять интервью спрашивает Видит ли он что-то Этот человек Помолился Возложил руки Плюнул глаза Все Видишь ли что-то Говорит Вижу Людей как деревья О дорогой Что-то ты неправильно видишь Так вот Опять же Этот Смит Видлсвар Он никогда не молился За людей Дважды Величайший Из проповедников Да Но он считал Что это уже Неверие Окей Если ты второй раз Помолился Я вам хочу сказать Что Смотрите Иисус спрашивает Видишь ли ты что-то Вижу людей как деревья О что-то неправильно Я говорю Это по-своему Опять Возложил руки И тот раз И исцелился Все Стал видеть ясно Если Иисусу Нужно было два раза Помолиться То вы можете Помолиться И три и пять Не получилось Не Не расстраивайтесь На следующий день Делайте На следующее собрание Это нормально У меня все На пока То есть Даже в этой истории Мы видим столько Разных Эмоций Которые человек Мог пройти Пока Он ожидал Что Иисус К нему просто Коснется его И все закончится И он исцелится Но пошло все иначе Он даже Его пришлось Вывести за город Это какое-то расстояние Потом Иисус возлагает А плюет Возлагает Тут столько Действий Которых сам Иисус сделал Чтобы человек Открыл глаза Я считаю Что Вывести Заселение Иисусу пришлось Потому что Атмосфера другая Есть Времена Что-то там было В этом селе Да Есть времена Или такие обстоятельства Когда ты кому-то Хочешь послужить Или кто-то хочет Что ты послужил кому-то Но атмосфера И Ну территория Так скажем Не для этого Вот допустим Чтобы Ему Прийти в одно селение И исцелить всех больных То в этом селении Была Сильная Форма Ожидания Или так сказать Форма Я не знаю слова Сильное ожидание Было его И когда он пришел Он исцелил всех Приходит в другой город Где ему говорят Мы тебя здесь не хотим Уходи отсюда И не сделал Ни одного чуда И таких случаев много Слепого Пришлось вывести Иногда Чтобы Услышать Слово Ведь Иисус это слово То что слепой услышал Это он услышал Напрямую Настоящее слово Которое взяло его За руку Представьте себе Это наверное Самое сильное переживание Но он не знал об этом Что Иисус это и есть слово Но вот Чтобы иногда Получить ответ Нужно выйти Из комфортной зоны Где ты находишься Я сейчас не проповедую Против других церквей Других учений Направлений Но иногда Чтобы получить ответ Нужно выйти Из атмосферы Где на этот Вопрос Тебе не дадут ответ И Дух Святой Да он везде Да он везде Он присутствует В церкви Которая не верит В него Он присутствует В церкви Которая не верит В исцеление Но он ничего не будет делать Он присутствует там Из-за того Что ему хочется Быть в их жизни Он Хочет Вмешаться В наши дела Он хочет Помочь нам Он хочет Дать ответ Но человек не получается Потому что он не верит Не ждет Не ищет Не соглашается Но Когда мы говорим Где его присутствие Где его Насыщенная концентрация Его власти Можно так выразиться Эта атмосфера Не везде Эта атмосфера Не в каждой церкви Если тебе Нужно получить ответ Который не дают тебе В твоей церкви Выходи из Комфортной зоны Потому что Дух Святой Он может действовать Там Свободно Где его Пригласили Где ему Дали место Представь себе Сила которая Творила всю вселенную Весь мир И Человек верующий Поступает с ним так Как будто Он должен ему Слушаться его Его Это царь Его нужно пригласить Господь это царь Его нужно пригласить И вот эмоции О которых Я переживал И часто И сейчас переживаю Но я Чем поскорее Ты научишься Эти эмоции Пройти Чем поскорее их пройти И прийти в состояние Покоя И мира По-английски Релакс Но это не релакс Физически Это релакс Внутри В твоем Может быть Во время Беды Во время Проблемы Пройди эти эмоции Бурные Чем поскорее И приди в место Внутри себя Так скажем Которым ты можешь Успокоиться И быть готовым Услышать слово Потому что как только ты его услышишь Ты в это же мгновение Получишь ответ Может занять полчаса час Может занять Какое-то расстояние проехать Да Но ты получишь Потому что ты уже попал В другую атмосферу Ты попал в атмосферу духа И я считаю что Наше тело Ограничивает нас Наши мозги Ограничивают нас Слышать Ведь же Раз его слово Постоянно Движущийся фактор Постоянно Не перестал Я не знаю Не хватает слов В моем языке Или в моем это лексиконе По-английски Может быть быстрее выразился Но она никогда Не останавливается Эта жизнь его слове Потому что Она Это слово сейчас Звучит И чтобы его услышать Ты должен прийти На ту волну Ты должен настроиться Туда Но это Не то что твои усилия Это больше всего Как только ты перестал Усиливаться Как только ты перестал Стараться Как только ты перестал Перестал Стараться Не грешить И услышал слово Кто ты во Христе Ты не сможешь Грешить Как только ты Перестал Напрягаться Молиться Паститься За исцеление И как только ты услышал Слово Ранами его Вы исцелились Ты исцелишься Это Это просто удивительно Ты хотел что-то сказать Опять Опять Этого дядю Тут мы не поклоняемся людям Ни в коем случае Это не культ личности Но просто иногда Мы школьным церковь Слушаем проповедников Ну и слушаем и прошлых Десятилетий Это нормально И вот Смит Викклассер Один раз говорит Если Дух Святой Не движется То я его двигаю И многие скажут Вау Какое кощунство Этот человек был Очень смиренный И любил Духа Святого Но он знал Божьи законы Что не эмоциями Двигается Божий Дух А верою Он знал Слово обетование Знать Ну давайте я скажу Слово обетование Это обещание Божие Он знал обещание Или обетование Божие И применял их И Дух Святой двигался Вот есть одна фраза Которую я хочу прочитать Слушайте Вера двигается первой Затем двигается Бог Слушайте Вера двигается первой Затем двигается Бог В ответ на веру Только может двигать горы Бог А вера и молитва движет Бога Окей Как то понимаете да Что Бог двигает горы Но если ты применяешь веру Ему нравится Что мы его дети Доверяем его слову И он начинает двигаться Вот о чем речь Когда молишься за больных Ты молишься за больных Ты приказываешь от имени Бога Потому что его слово так говорит Скажи Повели Положи руку Вот такая вот мысль Каждый раз Когда я сталкивался с ситуацией Где я Ну может я становился пленником своих эмоций Окей Я внутри уже зная как Бог действует Понимая внутри Я знаю как это Бог действует Но я то поглощен этими эмоциями У меня еще все плохо Вот представьте себе Иисус подходит к человеку Который расслабленный Не знаю как это будет современное слово Не может двигаться Окей Человек не может двигаться Он парализованный У него нету ощущения В его конечностях В его нервах Я не знаю точное определение Он не может двигаться Иисус говорит ему Сейчас я не буду рассказывать всю историю Вставай Я просто удивляюсь Лежит этот расслабленный И наверное думает Вы что издеваетесь надо мной Куда вставай Какие У меня ничего не двигается Как я могу встать Как ты вообще мне можешь сказать Вставай Или человеку с рукой Которая не работает Вытяни руку свою Ну реально Ну вытяни свою руку Ну слушай Она висит Какие вопросы Эти люди И вообще все Кто не получили ответа Когда Иисус ходил по земле И от апостолов И от нас И от каждого верующего человека Кто сегодня Делает Вот эту работу Исцелей Все Которые не получили ответа Это не 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 в форме осуждения Но Те Кто получили ответ Это люди Которые Только Допустили мысль В момент Когда Иисус сказал Вставай Чтобы ему попытаться Подвинуть ногой Я не знаю Вот объяснить Как работает мысль Даже ученые Может быть до конца не могут Это какие-то электрические Там Заряды Даются Импульс Один прилетает Другой И твоя нога Двигается Я сейчас махаю руками Потому что Мой мозг дает эти Команды Команды И ты это делаешь И вот это Миллионнейшие секунды Которые человек В этот момент На слова Вставай Только подумал Подвинуться Он мгновенно встал Почему? Потому что реакция На Божье слово Это Вера С делами Сейчас Я не говорю Что нужно делать дела Я говорю Что вера Настоящая Получает ответ Это вера Которая начала действовать То есть если он только подумал Потому что не может двигаться Дело веры Да У него произошло Дело веры Которое может быть зерно горчичное Но этого достаточно Любое слово Которое ты услышишь От Бога От Святого Духа От Христа Как скажете Все будет правильно Как только ты услышишь Это слово И действовать начнешь Потому что это слово Приводит тебя в действие В прошлый раз мы говорили Ты должен настолько поверить Что ты начал двигаться Ты настолько поверил В работу Христа На кресте И его воскресенье Что ты Перестал грешить Потому что ты праведник Ты в нем Как только ты поверишь Что исцеление За это заплачено Ты точно так же Это примешь И получишь И вот эти вот все эмоции Должны прийти к концу Это нормально Их иметь Иисус имел эмоции Иисус плакал Молился Но он научился Чем поскорее Приходить к моменту Когда ты можешь услышать Опять же Чем скорее Мы научимся Эмоции Отправлять Налево Или как правильно сказать Как только мы будем Быстрее научимся Эти эмоции Заканчивать Или так скажем Приходить в состояние Когда ты способен Слушать И слышать Начнут происходить чудеса Невероятные Вокруг вас Каждый день Дух Святой Сейчас пока я это говорю Уже делает свою работу В каждом Кто сейчас слушает Его Работа заключается в том Чтобы это слово Которое сейчас звучит Звучит Вокруг Бог всегда говорит Он не молчит Его Дух Святого работа Это чтобы Тебе помочь Прийти в это состояние Где ты Способен Услышать И как только ты услышишь Ты не сможешь Ты не сможешь молчать Я не считаю Я не считаю Что получение исцеления Или любого ответа На любую нужду Сейчас Которую Бог сейчас Отвечает вам Что это Конечный результат Его работы в нас Абсолютно нет Это для того Чтобы дать тебе старт Запустить тебя Чтобы ты очнулся И сказал Я не могу молчать Мой Бог великий Он меня исцелил Он меня освободил Я перестал Я перестал грешить Я стал жить во Христе Я и ты не сможешь Молчать Если ты это услышал От него Во всей истории Библии Назовите любого человека Который услышал Одно предложение От Бога Лично Это люди Которые перевернули Всю свою нацию И целую историю До сих пор Начиная от Адама И заканчивая нами Потому что Невозможно Услышать Бога И просто закрыться В своей маленькой церкви И доказывать всем Что у тебя Правильная истина Как только ты его услышишь По-настоящему его услышишь Это перевернет Вокруг Все твое окружение Твой город Весь мир Попробуем суммировать Да О чем мы говорили Значит Я думаю так Слава Богу за эмоции Но думай Не эмоциями Борис Я имею ввиду С болезнями А верою Обетованием Кто-то подсчитал Что обетований В Библии Обещаний Божьих 7487 обетований Представляете На все случаи жизни Есть ответы Бог приготовил Свое слово Допустим Ну Какое из обетований Всякий призывающий Имя Господне Спасется То есть тебе нужно Спасение Есть слово На это Призови имя Господне И спасешься Гарантия Итак Есть множество Обетований Бог позаботился То есть Я ищу Мне необходимое Обещание И говорю Господь Я верю что это Ты так сказал И я так буду делать И я исповедую И я провозглашаю Это вслух Допустим Вопрос исцеления И ранами твоими Я знаю что ты пошел На крест Что ты страдал Тебя избивали И это цена За мои болезни И страдания Ранами твоими Я исцелен Это я провозглашаю Пока Мне с престола Благодати Не придет На мою голову Исцеление То есть Вот такой вот Путь Ну Исцеление Завершенное Завершенное дело Уже заплачено Завершенное дело Получается Приходит момент Когда Ты Был Готов Принять Ты пришел в момент В своем В своем Когда ты наконец-то Отпустил Все остальные Переживания и эмоции И был Способен Я это вижу так Что есть стол Меню Накрытый Уже за все заплачено Есть там мое исцеление Есть твое исцеление Прощение грехов И множество Множество других Обетований Вот Вера Своего рода Я знаю Что это трудный вопрос Это как бы Рука Который Берет с этого стола Ты услышал Взял Съел И пошел здорово Во имя Иисуса Окей Там были нужны Я хочу Поприветствовать Конечно у нас Программка началась С неполадкой На аудио Первых 15-20 секунд Но это не страшно Значит у нас еще Недостаточно Хватает Ну Кто бы мог бы Вести техническую часть Этого Поэтому многое опирается На наше Непосредственное Действие Короче здесь Что все работало Господь Господь Сейчас Действует Потому что Его Слово Оно Не просто сказано Оно сейчас В движении И когда ты говоришь В свою жизнь Его Слово И не видишь результатов Это не значит Что Слово не работает Это не значит Что даже не время Чтобы оно работало Видите Во Христе Все обетования Во Христе Да и Аминь То есть они сейчас Они Да и Аминь Там нету если В обетовании Нету условий В обетовании Нету Никаких Предъяв К человеку Чтобы их получить Просто Как люди Которые Уже Можно сказать Знаем столько С Библии Богословия Куча информации А на самом деле Все сводится К простым вещам Все сводится к тому Что сейчас Дух Святой Может сейчас Активировать В тебе Эти все обетования Можно сказать Как угодно Я не думаю Что стоит цепляться К моим словам Как я выразился Если я сказал Сейчас Дух Святой Будет действовать И кто-то скажет Так он же всегда действует Ну да Но если я пойду Извините за выражение Баптистскую церковь Которая не верит в исцеление Там никто ничего не действует Там действует Настолько Насколько ему Позволяют действовать Это так и есть Но если я поеду На служение Где не только Происходит исцеление Чудеса Освобождение От бесов Конкретное Проявление Божьей славы И силы То там совершенно Другая атмосфера И мы можем сказать О! Здесь Дух Божий действует Бог наполняет всю вселенную Это понятное дело Но насколько ты позволяешь Ему присутствовать Насыщать Чем больше Такое слово Концентрация Его присутствие Тем Гарантирование Гарантирование Ты ходишь В этом состоянии Знания Если ты Позволяешь Божьему Духу Настолько Наполнять Твою комнату Твой дом Твое тело Твою жизнь Что ты придешь В состоянии Что если приходят эмоции Ты очень быстро Можешь их перескочить Пройти И делать Божье дело Я думаю Этот принцип Он Можно Его представить Абсолютно везде В отношениях с Богом В любом служении В любом ответе В любых ситуациях Это Его Так скажем Волна На которой Он И Дух Святой Он Интересно есть место Павел говорит Чтобы соединяться с Господу С Господом В одном духе То есть Интимные отношения С Богом Приносит Дух Святой И эти Интимные отношения Они не автоматически В твоей жизни Когда ты просто Знаешь Что Бог есть Это Отличного общения Когда ты с кем-то Общаешься И кого-то сильно Уважаешь И любишь Ты не сможешь Дня без него Без того Кого Если ты Влюбился И Влюбился Полностью По-настоящему В Иисуса В Его Слово Ты не сможешь Провести ни одного Дня без Него И когда ты В этом упражняешься Обязательно У тебя Приходит Способность Которая Она есть Она в тебе Она внутри Это Царство Божие Оно внутри вас Но она начнет Это Вырастать Начнет действовать И ты сможешь нести Это Царство Божие У меня есть Каждому человеку Кто смотрит Задание Или челлендж Как бы Для каждого Кто смотрит На этой неделе До следующего До следующей Встречи На этой программе Поставьте себе целью Помолиться За одного человека За исцеление Ну ну Я не говорю за молитву За исцеление Которое вы просто закрыли В своей комнате И сказали бабушку Наташу Господь исцелить Нет Помолитесь так Как это Бог хотел бы Чтобы вы сделали Ты должен прийти К человеку И возложить руку И сказать этой болезни Уйти Во имя Иисуса И сделайте это Одного человека За эту неделю Еще одного человека Споделитесь Что Христос Умер за него И воскрес Для его оправдания Чтобы он не жил Жизнь Во грехе Поделитесь И об этом И так Сейчас мы будем Молиться за То что То что мы хотим здесь сделать Это чтобы Можно сказать Продемонстрировать Показать И так же Помочь каждому человеку Пережить Присутствие Святого Духа В их жизни Пережить ответ Реальный ответ Реальный ответ Я сейчас Хочу посмотреть Если вы Написали Какие-то нужды Какие-то Вопросы Прислали Ага Прислали Всем нам Еще раз И нам прислали Это вот Я могу прочитать Или Коротко Я хочу поприветствовать Все кто Просоединились Спасибо Вам за участие Много здесь Каменс Это хорошо Люди Рассуждают Делятся Хорошо Значит Можешь Сказать Значит Марк 11 лет Паренька Зовут Марк Ему 11 лет Наступил на гвоздь И Естественно В союзе Сразу Делают Укол Против столбняка Прививку И человек После Я не знаю После того Как наступил Или после Прививки Упал в кому Уже две недели Лежит И Врачи Говорят Если он не придет То пойдет Обратный отсчет То есть И эти люди Просят молиться Это их единственная Нужда Так вот Я хочу сказать Иисус И Поэтому мы просто Провозгласим Потому что Это люди Я так понял Или из Украины Откуда-то Вот Мы помолимся За этого Марка Значит Давай прямо Сразу помолимся Господь Мы исполняем Твое слово И От этого Мы получаем Удовольствие Что мы можем молиться Друг за друга Сейчас я молюсь За этого Марка Паренька Одиннадцати лет Господь и Бог Я Провозглашаю В Жизнь В тело Марка Я приказываю Сейчас Яду Который Не знаю по какой причине Или от гвоздя Или от прививки Просто Остановиться Исчезнуть Раствориться Во имя Иисуса Потому что Слово Божие говорит Что даже если Примут яд Это не повредит Я говорю Сейчас и провозглашаю В духовный мир Яд Исчезни А телу Приказываю Восстановиться Пусть Жизнь Божия Войдет И наполнит И исцелит Этого мальчика Прямо сейчас Во имя Иисуса Я уверен Что расстояние И время Не имеют значения Для Божьего Духа Аминь Спасибо тебе Господь Давайте Абсолютно все Кто сейчас Смотрят Вы также можете Молиться за людей Других Во время того Как мы молимся Мы не только Верим в то что Человек должен Просто искать Отношение с Богом Чтобы что-то получить Но обязательно Чтобы что-то дать Если кто-то из вас Получил ответ От Господа Получил исцеление Я могу смело сказать Ты можешь молиться За исцеление других Потому что У тебя есть дар Который Бог тебе дал Он исцелил тебя Это подарок Бог тебе сделал Ты можешь этот подарок Увеличивать Ты можешь этот дар Увеличивать Итак Всякая нужда Которая у вас есть Абсолютно всякая Недостаток Финансовый недостаток Болезнь Любая немощь Даже Даже Если Родился С дефектом Человек Сейчас Святой Дух Говорит Сейчас Ты Исцелен Во имя Иисуса Положи руку На место Где у тебя Есть боль Где болезнь Положи руку На голову Если у тебя Много есть Неприятностей В теле И Святой Дух Сейчас будет Демонстрировать тебе Кто он Есть И как благ И добрый Господь Ко всем абсолютно Он не просит тебя Условий Не просит тебя Покаяния в твоих грехах Он не просит тебя сейчас Ничего Он хочет чтобы ты позволил Ему Пережить тебя сейчас Во имя Иисуса Итак Всякая болезнь Всякая немощь Всякая зависимость Во имя Иисуса Я тебе говорю Оставить Каждого человека Кто смотрит Прямо сейчас Во имя Иисуса Всякий дух Который противится Божьему духу Всякий нечистый дух Всякий бес Во имя Иисуса Вон Из тела человека Кто смотрит Прямо сейчас Зависимость от алкоголя Прямо сейчас Дух алкоголизма Во имя Иисуса Вон Депрессия Прямо сейчас Во имя Иисуса Дух депрессии Дух разочарованности Манипуляции Манипуляции Контроля Спасибо тебе Господь Поклонение Тебя Господь Господь сейчас Прикасается Спасибо тебе Иисус Спасибо Иисус Слава тебе Господь Ранами Твоими Мы исцелены Господь И принимаем это слово Мы принимаем это слово Мы принимаем это слово Господь Если ты не мог Что-то делать У кого грыжа Если ты не мог Поднять что-то Согнуться Встать Сейчас Ты Принимай это И начинай двигаться Во имя Иисуса Начинай делать то Что ты не мог делать Прямо сейчас Слава тебе Господь Поклонение тебе Иисусу Молюсь За каждого человека Кто смотрит Чтобы Финансовый недостаток Во Христе Есть полнота Абсолютно всего Тот Кто отдал Сына за нас Как с Ним не дарует нам И всего Прямо сейчас Во имя Иисуса Открываются Новые двери Открываются Новые возможности Приходят Новые идеи Прямо сейчас Для бизнеса Для развития Бог хочет Благословить тебя Дать тебе Финансовый Достаток Чтобы ты мог Благословить других Чтобы ты мог Демонстрировать Что во Христе Нету недостатка Слава тебе Господь Поклонение тебе Господь Будет превознесен Итак Если Бог Коснулся вас И вы пережили Эта программа Будет идти еще Дальше И смотреться И Дух Святой Он не во времени Для Его Слово Которое Он говорит Оно сейчас Живо и действенно В нем нету Ограничений Лимитов И каждый Человек Кто будет смотреть Будет переживать Точно так же Присутствие Божие И возможно даже В других странах В других местах Потому что Сейчас Господь говорит Итак Принимайте Все благословения От Бога Которые у Него есть Они в Нем Во Христе Да и Аминь Ждем вас в следующий раз В следующий четверг У нас Подходит Колькие изменения И Господь дает нам Возможность Делать это Ну Может быть Намного Больше Лучше Качественней Мы пока это делаем На очень Маленьком Бюджете Но Для того Чтобы Дух Божий Действовал Это не ограничение Поэтому Делитесь этим видео Поделитесь Вашими друзьями Господь Хочет прикоснуться К каждому Кто нуждается Сегодня Благословения вам Успехов во всем Увидимся в следующий раз Пока